Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на Властелин колец с модом Инорад. В общем, на недавнем стриме меня байтили по поводу того, чтобы откомментировать реплейчик 4х4. Ой, черт, пардон. Но тут такое дело, я не знаю какой. В общем, 4х4 рандомы против клана. 4х4, а нет, 4х2. И эпичное 4х4 было бы говно, не прислал бы. В общем, нам с этим поможет колесо удачи. Поехали. И эпичное 4х4 будем комментировать. Приятного просмотра. Ну что ж, это 4х4 проходило на карте Стоунвейн. Причем, в версии расширенной. Ну, офигеть. Окей, итак, слева Мелюзга Гондор. Изен Вайлет. Что-то у меня подвисает. Пидор за Харат играет. И еще один Гондор, это Фирочка. Против них... Чего вы маякуете-то? Тролей, что ли, маякует? Нет. Проходы почему-то маякует. А все, маяки исчезли. Отлично. Значит, справа за Мордор Мирай. А также за Ангмар Стилл. А также за Лот Лориэн Филантроп. И 4а, или 4а за Харат. Ну ладно. Давайте мы, наверное, слегка промотаем. Потому что здесь должно быть медленное развитие. Так как есть чего закрепить. Прям есть, есть чего закрепить. Есть, чего захватить. О, я вижу, что уже... Блин, стой. Нет, не могу кого-то цвета. Ну, вроде ты пидор строил. Становись. Да, пидор захватил один аванпост. И работает над вторым. Здесь еще аванпост. Ё-моё. У него прям куча денег будет в начале. Троллей маякуют. А, скауты пытаются забрать драконов. В первую очередь, чтобы... Видимо, тоже себя аванпост захватить. Захватить. Тот, кто делал карту, немножечко тупанул. Потому что точка открыта. Один крип не задефает. Два аванпоста. По факту, он вообще ничего не дефает. Они просто не достают сюда. Надо было вот здесь ставить крип. И вот здесь. Но это уже не важно. Пидор жирует. Сигналка вроде еще будет захватывать. Здесь мы видим выход в два барака. Может даже перематывать. Ничего не надо будет. Тоже два барака. И Ангмар также решил два барака построить. То есть будет прям спам. Молодцы. И это правильно. А у Изина растет экономика. И скаутов он построил. Гондор. Гондор, походу, ну баз. Ничего не делает. Только экономику строит. И сидит, ждет. Чего-то. Этот Гондор делает то же самое. Ну и причем он базу свою не застроил почему-то. Ну ладно. Походу не повезло. Левой команде у них два новичка. Но может они что-то потом будут делать. Но сейчас как-то слабовато. Эти ребята уже войска вовсю штампуют. Здесь мы видим метатели. Да, просто метатели пока что. Этот Харат видимо тоже не... Либо новичок, либо не играл на этой карте. Потому что он что-то даже не пытается за мид воевать. Просто решил закрепить тролля метателями. И все, собственно. Этот аванпост никак никто не захватит. Орки решили его снести. Также захватывают сигналку. И правая команда крепит себе троллей. Да и все пока что. Орки еще и сюда пробегают. Значит этот аванпост под контролем пидера до сих пор. А Мирай захватил себя один в центре. Мирай. Вот здесь у нас есть и что. Три отряда скаутов бегают от Изина. серьезно что ли никто не ливал вау милюзга либо реально афкшит либо он пипец но бас он чё на гендальфа копит что ли он на ё-моё какой стыд мы видимо попали не на тот реплей который хотели ребята чтобы я откоментил сорян а этот гондор что то же самое делает это у нас тоже флаги смотри фирочка то же самое ну вы даете да орки пытаются рушить иван пост дальше он офигели одного дракона уже интересно он никогда не видел чтобы дракон эволюционировал еще дальше может он сможет а этот не смог никого убить они сбежали у это тоже эволюционировал прикольно теперь кстати они отвязались от крипа если они загорится на кого-то как вот этот загорился на скаутов то он будет за ними бежать куда угодно а этот видимо еще не загорился ну-ка-ну-ка ползет 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 но к сожалению и у него нет шансов убить этих скаутов они слишком быстрые на сейчас лорд всего завалит это даже выгодно наверное что ребята из нижней команды из правой команды ой да ладно половина скаутов братишка я верю в тебя давай восьмой уровень возьми они бегут гендальф пришел гендальф второй уровень взял за это дело дракон красавчик а этот этот же еще здесь аллатар боже что они делают как вообще можно так хреново играть но походу но мне мне почему-то кажется что левая команда выиграет но вообще это это дебильная страдка легко можно законтрить ее но возможно тут вся все дело в том что ребята просто не знают как против колдунов сражаться может быть хотя вроде знают просто интересно как вообще можно проиграть такой матч так дракон там кого-то сжег на орков каких-то оглам дринк нормально так работает все застаченные метатели у меня игра снова умирает ё-моё сколько их они много он получил опыта видимо тут такая тема если умирает отряд за счет смерти призыватель от опыта не получает тот кто убил видимо он просто так перебил призыватель и минус нас гульчик и ребята уходят в итоге алтар практически второго уровня этот гендальф не прокачен нифига у них вообще нет войск короче как какие действия должны быть у команды которая справа играет они видят что у троих игроков только маги больше никого нет пишется в общий чат против нас играют нубы давайте все вместе нападем на одного игрока не важно как даже на этого один раз просто вернуться от wizard blast а каждого из магов но и 2 гендальфов потому что как бы алатар не имеет такой обилки и все и дальше просто можно либо их снести либо игнорировать и пронести полностью все что есть у этого челика и дальше потом на следующего потом следующего по сути играет только изенгард но увы пока что пока что ребята не хотят это делать как-то у них слабовато а я я думал что кстати нет лот лорина только увидел лот лориан думал он тоже пока сидит у него отряд галадрим два отряда лучников тоже слабовато тут у чуваков уже маги за 4к у него всего пара отрядов еще один отряд галадрим никогда не играйте в ранних галадрим это самый дорогостоящий юнит самая такая поздняя элитка не имеет смысла в них играть в них выходит в самом конце игры потому что в сравнении например вот если вы решили играть в раннюю элитку то разумеется вам надо играть в чернолесов потому что в сравнении с чернолесами галадрим очень слабые и они раскрывают свой потенциал только тогда когда вы сделаете апгрейд стрел тогда они лучше чем чернолесы будут но апгрейд стрел обходится дороже чернолесом же его делать не надо они сразу с апгрейдом поэтому люди обычно играют в чернолесов и сной опять-таки при условии что в начале решили в элитку играть так-то я бы со старта вообще не советовал ни в чернолесов не в галадрим но чернолесы еще могут как-то зайти галадрим нет вот это вот это именно такая ситуация где у учеников куча войск и герои там все дела а у парня из лотлориена просто просто смешно 4 отряда прислал на помощь чем они помогут хз в это время король чародей погибает поймали четвертый уровень кстати у халдара лорд сработает халдару бы докачаться и убить лорд со хотя бы вроде его могут и так убить не заметил спаси мне кажется его убили но я не уверен гендальф пятый уровень уже наварил вы не хватает тимплея немного гондор начал уже войска строить также также конница здесь конница почему-то не работает можно бы давить противника правда я бы советовал чуть больше построить одного отряда недостаточно для такой толпы и гендальф продолжает формить очки аллатара и второго гендальфа я не вижу походу его убили до убили этого гендальфа он не прокачивать был мордор здесь неплохо так укрепился плюс харат немного помогает и ангмар немного помогает лориан отошел не хочет сражаться ставится бараки сигналка у форы то есть у этого парня он уже заглядил себе шпиона чтобы своровать какую-то технологию я думал что забыл скачку отрубить так появился суладан но пока что все равно армии слабые у ребят из левой команды разве что уизина еще более-менее но немного покоцана но зато у них есть герои эти армии просто сидят и но мотаем короче счета не под забили а стоп там какие-то сражения сверху фора нападает на пидро бедра есть еще небольшой саппорт здесь гондорцев которые делают апгрейд брони очень много корсаров построил пидор это грейд окей он сделал great стрел теперь галадрим уже довольно таки хорошо должны работать можно героев убивать того же гендальфа можно будет легко убить но если его не продавят но проблема что у этих пацанов нет копейщиков вот вот все копейщики которые у них нет которые у них есть ссори вот то есть их легко можно убить кавалерией но будет ли тут кавалерием у изина не будет изину поролся в апгрейды третьего уровня то есть кучу денег выбросил на ветер здесь просто а есть есть выход в кавалерию 1 здесь нету эти ребята зеркальные играют прям пипец так начались стычки в центре все это можно назвать центром и команда справа кажись затащила гендальф пятого уровня куча героев у мордора тут рыщет но копейщики это страшно все таки но зато можно корсаров вырубать есть некор некор уже третьего уровня ништяк мордор себя неплохо так чувствует хорошо прокачался к этому моменту у него есть уже темный принц или я бы только маршала делал с костюмом за пятихатку принца но принц по факту хорош только как саппорт для кавалерии и все но я чуть не очень вижу эту кавалерию здесь так пытаются отогнать черных уруков изен пытается драться с лот лорином здесь кстати много копейщиков есть лорин уходит под дерево и гондор испугался и поэтому конницу убрал свою кстати неплохой не такой залп сразу 4 всадника сдохло до галадримы с апгрейдом стрелы это нечто он делал им он им даже луки дальнобойные сделал красава у мордора есть апгрейд огненных стрел теперь они могут попытаться поражать изенгард кидается рубка деревьев или опустошение если по-другому сказать видимо ребята не понимают но этот скилл он не под кавалерию он дает иммунитет к отбрасыванию то есть нельзя задавить войска когда они под этим скиллом немножко короче не хватает тимплея скажем так слаженной игры что ли отряд черных всадников практически погибает там где-то король чародей да короче ради есть пока что без костюма появился трандуил здесь напор только-только увеличился и команда слева проигрывает стычку а здесь вроде как бы выигрывают копейщиков я больше не вижу кавалерия неплохо так заехала но опять-таки лучников еще очень много но правда у мордора их практически не осталось а вот у лорина по сути все живы изен наверное час пойдет помогать здесь отбиваться у гендальфа 6 уровень и очень мало здоровья если он подойдет хотя бы на секунду то за залп они его уже смогут добить хотя даже если изен пойдет честно помощью не достаточно войск чтобы что-то здесь сделать из просто орда за даже что они будут делать гендальф этот стой 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 седьмой уровень но мне кажется он умрет если он попытается wizard blast в эту пачку закинуть тут прям слишком много работы и алки он делается белым но он может фонариком выстрелить издалека но это не очень эффективно против толпы вот гландринг ему бы помог но он долго откатывается видимо он будет надеяться фармить здесь очки и кстати хоть это и не самый хороший wizard blast но по факту он его правильно кинул потому что тут главное не убийство войск а опыт ему надо докачаться на 10 уровня поэтому он с безопасного расстояния выстрелил и убежал здесь полная фиаско я бы советовал согреть солнечные чары чтобы пехота себя поубивала немного иначе сейчас пидор просто проиграет у него нет войск гендальф немножечко отхилился но кажись они его уже заметили да они прям за ним уже бегут никаких шансов не дают ему схалявить и крепость понемногу так разрушаются я бы даже сказал что не понемногу а очень быстро разрушается походу они не успеют я спасти очень много кавалерии а также гендальф возможно стоит сейчас эту кавалерию отправить на помощь все крепость погибла гендальф успел все таки свой wizard blast про юзать и успешно уходит поехала кавалерия сюда ой здесь и дебафы так стоп это дебаф изина вроде бы почему они светят а тут одновременно изин и ангмар прожали погодные эффекты вот почему конница под дебафом это прям отстойный дебаф для конницы потому что она медленнее ездит соответственно хуже давит но ее очень много поэтому это все-таки работы копейщиков мало было у лориана и он потерял всю свою армию гендальф около десятого уровня теперь гендальф ну конечно мы еще предстоит его докачать докачал теперь он может подъехать и просто разнести где он куда он делся то блин что за дерьмо как же мне впадло комп чистить да теперь он может подъехать и просто отбить эту пачку тем не менее пидор проиграл точнее ну он еще не проиграл но он уже проиграл где его бараки последние я не наблюдаю а где его бараки то а вот вот он таверну построил там ладно ну некий козырь все таки есть гендальф седьмого еще у команды слева и по всей видимости фора решил помочь у него мало копейщиков мне даже тут мне кажется тут даже ульт юзать не надо просто конница разбивает всю армию гламдринг это ошибка сейчас гендальфа можно легко убить просто легчайше но увы не недоконтролил мордор можно было закинуть моргульский клинок и все и героями его заковырять либо он бы отдал бы ульт в любом случае это выгодно было бы к сожалению что-то как-то протупили призывается конница к ханда от форы все-таки произвели но поздно поздно уже это не имеет смысла никакого к тому же у гондора сейчас прям туча конницы это даже страшно им нужно срочно упороться в кучу копейщиков нужно чтобы лорин построил заклинателей хотя бы парочку о здесь чей аллатар афора построил аллатара я бы поставил пусть даже он ничего не будет делать но возле лихолесов он очень быстро прокачается но уже не прокачается сейчас они его продают певицы есть заклинателей нет копейщиков тоже нет один отряд просто ужас то же самое здесь а ну подходит копейщики уже но мало мало если игрок играет в спам кавалерии вам надо чтобы у вас было копейщиков как минимум ровно столько же сколько у него отрядов кавалерий иначе он просто по кд будет приезжать и продавливать вам всю армию да ваши копейщики там некоторое количество кавалерий убьют но отряд копейщиков не может законтрить больше чем один отряд кавалерий просто не может и возможно сейчас будет минус мордор но мордор неплохо так обстроился нет походу его не снесут правда есть еще куча комицы которая получит отравление но у них есть апгрейды брони может она и не будет ничего сносить ладно двадцать пятку легко смог отбить мирай так здесь ангмар пытается походу пропушить гондор который решил обстроиться на старой территории пидора кстати пидор тоже самое делает пока что еще жив о ух ты фора своровал технологию гондора он строит завоеватели харондора и это неплохо особенно против конницы они хороши у них сразу же апгрейд брони его делать не надо то есть можно только сделать флаги и клинки и у них пассивка которая режет броню очень хорошие юниты уизина огромная вот вот так вот надо контрить челика который играет в спам кавалерии вот вот так ну мне нравится что делает харад это хорошо только нужно еще грейды сделать либо есть ли там суладан я не замечаю к сожалению если если бы суладан прокачался до пятидесяти процентной лидерки на броню то было бы норм опять таки потому что у них все есть даже сейчас будет клинки будут клинки и плюс нужно еще учитывать что гендальф может по копейщикам сдать визарда бласт они не выживут от этого то есть походу все таки апгрейд брони обязательно нужен будет и ульт пошел армия ангмара погибает и армия харада отправляется туда же за ней закидывается лавина на конницу конница тоже погибает кстати я уже думал что часть выживет но нет не попали они в тот радиус который позволяет им пережить эту срань еще один знаменосец погиб и еще один знаменосец погиб возможно даже этих удастся тоже добить это на самом деле большая потеря для гондора но команда справа потеряла больше 2 армии погибло но если вот так подумать то возможно это армия конницы по стоимости была такой же как 2 армии потому что у команды справа грейдов то не было они просто бомжей спамили а там конница со всеми грейдами абсолютно ох щас корсары получат пиздюлей изен сделал все апгрейды себе о есть смерч надо бы проюзать пока он еще жив а все его зафокусили фора затупил да отдал зря своего мага лотлориан ну блин кстати вообще не нравится как лотлориан играет очень пассивно вообще нигде не присутствует на поле боя играл бы чутка агрессивнее может быть они бы уже выиграли учитывая что они пронесли одного игрока чуть ли не со старта матча неплохая застройка но сейчас ее пронесут нечем законтрить ухты качи около 10 уровня то есть теперь и у правой команды будет козырь он правда слабее дамажит чем гендальф но тем не менее это тоже ульт видимо он решил на фармить на этих пацанах гондору стоит либо отступить либо пытаться попытаться его окружить о жесть нет но не контролит к сожалению гондор но тем не менее он его все равно убьет скорее всего беги о или юзай ульт ебой красава а некоторые выжили кстати а выжили стражи белого древа элитные чуваки неплохо получилось ангмар красавчик итак наспамил завоевателей фора и немного пиратов странноватая комбинация но может быть сработает ему главное чтобы конница его не тревожило больше вот у лориана ну лориан не учится ничему копейщиков у него очень мало заклинатель и у него я не наблюдаю вообще зато певицы есть вот тьмой они сражаются у ангмара все еще хуже то есть он просто метатели построил и изен решает ударить полот лориану лориан это у нас по-по-по-по-по филантроп еще найдем сколько у него денег а у него куча денег но к сожалению он крепость не загрейдил но может быть он ее отстроит заново надо было загрейдить конечно же вот делайте как мордор мордор правильно сделал потому что на таких этапах игры просто кто-то подкрыстит тебе крепость и ты вылетишь из матча закидывается третий тир чтобы спасти филантропа прилетает король чародей знать бы еще а вот некромант седьмого уровня неплохо и к ч может еще и нафармить надо надо дальше дубасить ничего испугался что ли кого-то это корм лишний но теперь эти войска не должны снести крепость они конечно могут ее снести но тут подходят еще пацаны из лориана и мина плюс опустошение классика минус вся армия лот лориана и кажись сейчас король чародей пожалеет что он не остался добивать эту армию кого он так испугался что столько опыта можно было бы некроманту дать ну хрен его знает снесут походу да снесут а застанил может все таки это бьется кара с голотом надо было делать блин охренеть что за бред нет не снесут походу он правильно сделал кстати что вышку построил над ними чтобы пару секунд выиграть на пиксели но выжил все таки нужно сделать кара с голотом и отправить рабочего на ремонт но нормально нормально по факту он потерял армию свою частично ну нет потерял армию свою но противник отдал две двадцать пятки плюс еще и опустошение это тоже очень важная обилка комбинация все таки она тоже медленно кодешится забавно сражается сейчас харад но к сожалению тут гендальф и да эта тема не сработает также конница ханда бесполезно потому что у гондора в основном копейщики пара отрядов мечников было и все так что этот скилл я бы не призывал на его месте также выход в мумакила мне тоже не нравится потому что опять таки вся армия состоит из копейщиков ну если тут не будет лучников то мумакил может с ними сражаться но хз что-то это это слишком рискованно тут снова куча конницы посмотрим у мордора нет армии такое впечатление что команда справа сейчас проиграет ангмар зажат в углу почему то вот это кстати очень странно ему бы мордору саппортить на самом деле а не хараду лорин должен саппортить хараду ну лорин как бы придерживаться своей тактики сидит просто ничего не делает ну его можно понять раньше его тактика работала то есть поэтому почему почему бы и сейчас ее не использовать раньше же они благополучно проигрывали мне просто кажется что тактика как раз нацелена на то чтобы проиграть специально вот поэтому можно и сейчас там ну что ж куча конницы влетает и саппорт от второго гондора забыл как его зовут от ферочки орлы также от ферочки лучников я здесь не особо наблюдаю но конница кстати поубивалась копейщики нормально так поработали но где он сам что ли смес да орлы сильно мешают где-то треть конницы остается в живых правда очень много знаменосцев так что они восстановятся гендальф около 10 уровня еще одна задница будет для них и еще один призыв орлов от стоп а эти чьи тогда а это от медузги двойные орлы жопа ангмар потерял всю свою империю пусть и небольшую мордор пытается отбиваться от изина и вполне успешно маловато остается войск у изина но при этом у мордор их не остается вообще и лот лориан а решил все таки помочь ну надо же мне кажется ему надо было подождать еще минут десять пока мордор полностью снесут потом подойти добить остатки войск изина написать что мордор нубас или внуки по классике короче типа ну это же тиммейт виноваты а не ты и гертаур восьмого уровня неплохо призываются наездники на варгах копейщиков до сих пор нет один отряд я наблюдаю ладно два призывной еще считается ну вот так много денег но так мало войск почему построился легалаз крепость ремонтируется карас голотон заградил все таки молодец и и что дальше здесь пытается восстанавливаться так же и гондоры восстанавливаются мне кажется что изин не сможет пробиться потому что пришел еще и харад ангмар со своим каче помогает картаур пока не прокачался у него скоро клинок судьбы будет минус лордс о девятый ух нифига сколько опыта приехал гендальф в него очень много урона влетается это гендальф фирочки прокачался наконец то и может сейчас его добить лут лориан но нет будет грустно 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 но в это время около десятого уровня находится картаур то есть теперь и у мордора будет ульт а точнее ульт короля чародея к тому же будет еще и толынга урод который можно призвать это хоть конечно не ульт но это тоже не неплохая такая тема это полезно ну и конечно же выстрел из крепости то есть по сути у него две ульты будут нормально поехала конница ну мордор конечно чувствует себя ужасно плохо ну-ка давайте мы на него посмотрим мирай да у него очень слабая экономика его пробили у него нет войск у него только прокаченные герои хотя и то не все ульт к ч а конница от него не умирает у нас слишком тонко толстые я бы советовал использовать сейчас короля чародея на войска либо на гендальфа если он возле войск это станет армию ну и конечно же кд сбивает обилок саруман появился у изенгарда и рохан явится окей но страшновато страшновато у команды слева очень сильная армия команды справа нет только харат пришел и еще одна двадцать пятка еще гондор приходит ангмар увы не захотел прийти на помощь же сидит к ч но у него пока что только только вот эта тема и все ну вообще обилки то очень мощные но к сожалению не всегда удается их кинуть потому что потому что суматоха контролить надо все дела это понятно поэтому люди их практически никогда не юзают на героев именно только на армию кидают а следовало бы полетела плюха хорошая плюха но тут куча элитки поэтому она не умирает и хз даже кого убивать может стоило подождать или кинуть на конницу ну кстати трупов много было но тем не менее очень много еще осталось живых орлы филантропа были призваны надо было гендальфа убивать это у нас кто фора призывает небольшое подкрепление пиратов но крепость мордора устояла это двадцать пятка по сути ничего не сделает качается суладан да теперь он раздает 50 процентов брони то есть эти чельки очень жирные и филантроп добивает остатки роханцев небольшие войска изина здесь тусят и еще проблема с этим гендальф скоро ульт свой откатит а здесь гендальф о лавину закинули но в этот раз больше челиков выжило да гендальф этот сможет ульту проюзать свою или нет в мастер охоты кидает халдар кача может тоже накоцать нормально так нужно побыстрее все это делать иначе он скоро а все он выйдет из контроля прошляпил прошляпил ну хоть бы кинул бы хоть бы час хотя бы ульт был на кд он минут пять кдшится можно было бы выиграть себе время немного еще один гендальф пытается пытается спастись но этого походу уже не отпустят да очень много урона в спину влетает ему и нет не успеют неужели он на оборонке они его должны догнать да минус гендальф зафрагор шестой уровень получил фора пытается задефать мордор пришел филантроп ну вот блин может я хейтер но как же меня бесит такой стиль игры ну подойди ты помоги своим тиммейтам ну весь матч сидит ни хера не делает просто жесть какая-то я ищу ладно когда в одной из в одном конце карты убивают а ты в другом сидишь хрен с ним но тут буквально в двух шагах но он просто сидит ах с чем так играть неплохо это плюха походу от легаласа да да и от трандуила одновременно прилетела минус сарик сурман кстати вообще не эффективен в матчапе против лориана разве что какой-то супер ранний сурман которого удается прокачать вот тогда ну нормально нормально толинга урод стреляет закинул свой огонь картаур качешка это мина что ли там мина там мина им хана че вышел а может про ульта катится да погибают все пацаны тут броня их не спасет они прям в эпицентре взрыва застряли ангмар отходит еще больше конницы было построено о можно призвать прикольно когда кастомир прокачан до 10 уровня постоянно себе небольшие подкрепления закидываешь приятно так то о кстати зря он не закидывает убийц харадрим вообще все призывы которые у героев харада они же навсегда кидаются то есть их не надо ждать чтобы кинуть надо постоянно призывать особенно убийц это по сути героический отряд которых надо три штуки накопить зря не кидает ну армия кстати приличная почему он уходит Алатара он его не прокачал до сих пор стоп что а это Алатар пидора вот это неожиданно и это его Алатар это его герои это он не юзает призывы прикол он даже базу отстроил офигеть конец поехала но зато пидор успел закинуть западло а фора почему то не использует свои войска которые под крепостью все таки баллисту удалось уничтожить плюс слон вышел так что они наверное не снесут базу я бы не советовал пиратами в ближнем бою сражаться против зданий здание лучше бить точнее забрасывать шайбами окей отбивается полностью так это уже его кастомир да нужно призвать обилку призвать собственно пиратов так поехала конница здесь много копейщиков но грейдов я до сих пор не наблюдаю поэтому это легкая цель для него закидывается колдовской ветер нужно прожимать все обилки за фрагора фора закидывает свою ульту но она против такой конницы не очень эффективна но зато это позволяет стоп или или чья это я понять где дает фора кидая в ходу сейчас мы его найдем да да ну короче как то не очень получилось у ребят а кача тут есть вообще я видел где-то ему бы стан закинуть вон он есть стан если бы он застанил конницу чтобы она не двигалась они бы всеми этими обилками ее бы задушили а так в итоге получается что кучу обилок слили в никуда да кстати лайфхак вот это вот песчаная буря у харада она послабее чем двадцать пятки других фракций но у нее есть как бы твист она немножко по другому атакует то есть вот вот представьте вот этот радиус этот радиус песчаной бури урон наносится вот по краям вот здесь а затем идет волна которая накрывает всю зону так вот эта волна бьет слабее чем чем урон который по краям двадцать пятки то есть если бы если бы ангмар застанил конницу то хараду следовало бы кинуть двадцать пятку не так чтобы вся конница в центре оказалась а чтобы конница попала на край двадцать пятки тогда бы она получила намного больше урона конечно в той ситуации это было бессмысленно потому что конница просто убежала бы вот ну к сожалению просто тимплей нужен для этого вот либо выходить ну к сожалению в эту ветку вышел выходить в смерч когда конница вот допустим так накучкуется было бы эффективнее нужно попытаться драконом заморозить конницу опять таки очень мало копейщиков и не без грейдов герои покоцаны еще и подкрепление подходит мне кажется что ангмар здесь разобьют плюс свои подкрепления ангмар забыл на базе подходит фора и фору а стой а вот этот пидор да фора сражается с пидором то есть он не поможет хараду изенгард вызывает свою армию почему-то в защитных целях чего он испугался они вроде выигрывают чтобы зажать остатки армии ангмара ну не знаю как то расточительно снова рубка деревьев давайте быстренько за изеном посмотрим амина еще не откатилась зря он рубку проезал походу но в целом пидор потерял свою армию фора его разбил а мордор кстати ничего больше не строит как то я перестал перестал наблюдать войска мордора он все уже не хочет играть а окей да он он подзабил троллей строит куча денег армии увы нет ну ему конечно тяжко здесь но можно было бы допустим ну типа он не может здесь экономику нигде строить его застроили тиммейты а тут как бы он не может в центр поставить постоянно сносит в таком случае можно было бы вот этот вот участок загадить ущерб своей экономике за то чтобы были очки командования хотя бы до косаря добить очки командования и тогда более менее себя нормально чувствовать блин прикольно смотрится когда куча армий дерутся в одной точке я ни черта не понимаю вообще кто с кем дерется но красиво зато уже и кстати филантроп накопил приличную пачку помните я говорил про то что он накопил приличную пачку ну рип ну у них еще более менее есть войска но здесь здесь такая кучка приличная им надо чем-то бахнуть а есть ульт зафрагора надо ближе подойти ближе чутка ближе он их не убьет ах ну ты даешь и они еще хилку закинули вдогонку трупов много но это не так эффективно как ульт гендальфа и приезжает целая куча конницы гортур проюзал огонь но они просто выехали из него подходит под крепы небольшие но кажись все это прям рой без понятия что им делать я бы сейчас садился на летучку если бы был на месте кхамола и улетал бы куда-нибудь подальше отсюда арагорн прокачал 10 уровень просто сбревается все что есть у команды справа призыв орлов а это филандроп призывает но мне кажется что они долго не проживут здесь достаточно много стрелков есть слоны пытаются конницу прокоцать заморозка здания заморозка здания кстати помешала потому что так бы конница осталась бы возле барака и слоны могли бы кого-то убить а так она просто отъехала чтобы не не рисковать увы апгрейдов здесь не густо а у этих ребят они все есть призывается 25 да им это не отбить Мордор мог бы помочь но я не уверен что он туда достанет побежала целая пачка торлей причем он сделал именно с молотами их чтобы подкрысить базу но беда в том что я не уверен что нужно крысить изен нужно крысить гондор и призываются орлы я думаю что у них есть еще один призыв орлов кстати короче 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 родей да такое такое лучше бы войска строил вместо того чтобы все это время копить троллей ну давайте наизм посмотрим но он отменит ему мину дождь дождь можно сейчас поражать быстренько о ремонт закинули может он даже не снесет крепу есть еще один ремонт кстати должен быть по крайней мере нет не добьет крепость такие дела он еще троллейс но блин чувак блин мордор в начале я бы даже сказал что он мвп очень хорошо в начале играл но вот это мне прям жуть как не нравится я понимаю что тиммейты подкачали хотя харад харад то очень хорошо сыграл в этом матче янгмар ну типа средненько ну терпимо только лорин херово сыграл но заниматься херней лучше бы строил войска реально может даже выиграли бы заспамил бы вышел у него все саб фракции вышел бы в троллей с шипованными дубинами кучу копейщиков настроил бы алибарда из квилитунгала они дешевые а все да команда справа сдалась они дешевые были бы то есть даже если прилетает приезжает гендальф и ультой всех убивает тролли твои не умирают а копейщики ну насрать как бы построил кучу бараков за секунду собрал новую армию мордора вообще бесконечно может спамить то есть это вообще не проблема за счет прокаченных героев вообще офигенно себя бы чувствовал мне нужно прекращать говорить слово вообще вообще плюс прокачка шикарные у него есть и куча дебафов шарик запускать с крепости прям есть все все что нужно но увы под крыс этот стоил им всего матч ну и конечно же лорину я бы посоветовал не играть так пассивно ну прям ну слишком до жути тупо было столько раз тиммейты страдали из-за того что он не помогал им по факту матч должен должна была выиграть команда справа потому что тактика двух гондоров отвратительно тупая и они за счет этого за счет того что гондор плохо сыграли они смогли пробить одного игрока но так как они играли по сути пол матча без лориана то им все равно этого не хватило и их зажали но в целом реплей неплохой мвп наверное вообще сложно сказать но наверное гондор который играл в конницу да он лучше всех он быстрее прокачался когда у второго гондора гендальф был только 2 уровня у этого парня он был уже 6 мелюзга да мелюзга его ник так что думаю он лучше всех сыграл всем спасибо за внимание огромное спасибо всем кто спонсорку оформил в описании под роликом вы найдете инфу где скачать игру как играть по сети можете поставить лайкос я с вами прощаюсь всем пока